Экспозиция очень заинтересовала и взрослых, и детей. Помимо лоскутного шитья на выставке мастерицы Ирины Кузнецовой представлены яркие куклы из дымковской сказки. Она рассказала ребятам об одном из уникальных явлений народного искусства России. Долгий путь наш был. Добрались до ярмарки большой. А какие развлечения здесь у нас. Изготавливали дымковскую игрушку в прежние времена всей семьёй. Летом копали глину, заготавливали мел, а потом круглый год занимались непосредственно лепкой, обжигом, белением и росписью. Дымковская игрушка прославляет талант, красоту и мастерство русского народа. Её можно рассматривать часами. Воспитанники детского сада номер 85 поделились своими впечатлениями. Я увидел печь. Печь. Я увидел хорошую берёзу. Мне понравилось оленёнок и карусель. Мне понравилась ярмарка и угощения. У меня матрёшка и кукла в школе дома. Ирина Кузнецова считает, что у современных родителей мало времени для общения со своими детьми. Поэтому выставка студии ЛИК сама приехала в гости в детский сад. Я попросила своих коллег по шитью, по своему рукоделию, чтобы они мне помогли эту выставку организовать. Хотим поделиться с другими садиками опытом, что у нас ходят не только дети. Мы хотим при детей и родителей, чтобы вместе они ходили всё-таки. Эти изделия радуют глаз и поднимают настроение. Родители маленьких посетителей считают, что дымковская игрушка повышает эстетическое развитие детей, учит видеть красоту цвета в народных игрушках. Мы довольны. Тебе, Ряслав, понравилось? Да. А что тебе понравилось? Дедушка на печке. Для моего ребёнка, я так думаю, всё-таки она будет знать, как это было всё в дальние, далёкие годы. Спасибо! Лариса Драгункина, Александр Киселёв, Лидия Когородцева, информационное агентство Курган.ру